Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим моделирование и распространение электромагнитного поля при помощи CST-майкровой студии. На предыдущих занятиях мы научились определять геометрию объектов, располагающихся в зоне вычислений. Теперь же мы перейдем непосредственно к изучению того, как распространяется в этой области вычисления электромагнитное поле. Система CST предлагает несколько различных методов изучения и распространения поля. Первый, наиболее простой из них, это Time Domain. Ему соответствует модель Time Domain Solver. Под словом Solver здесь понимается метод решения системы уравнения максимума. Насколько мне известно, нет адекватного перевода слова Solver на русский язык. Можно было бы назвать его решателем, но мы не будем переводить это слово и называть его Solver. В чем заключается суть метода Time Domain? Предположим, у нас есть некоторый объем пространства, внутри которого находится фиксирован на момент времени электромагнитное поле, какое-то распределение электромагнитного поля. Как вы помните, электромагнитное поле задается, описывается при помощи шести компонентного вектора, то есть двух векторов E и H, которые заданы в каждой точке пространства. Мы возьмем распределение электромагнитного поля в какой-то области пространства в момент времени T1. Затем при помощи замены производной по времени на конечную разность по времени пересчитаем и узнаем распределение электромагнитного поля в этом же объеме в момент времени T2. Дальше тем же способом T3 и т.д. Таким образом, мы имеем ряд последовательных распределений электромагнитного поля в одном и том же объеме, которые рассчитываются в фиксированные моменты времени T1, T2, T3 и т.д. Сам переход от распределения поля в один момент к распределению в другой момент описывается уравнением Максвелла. Таким образом, мы можем рассчитать, как будет распространяться электромагнитное поле в течение какого-либо заданного, интересующего нас периода времени. Понятно, что шаг по времени должен быть достаточно мало. Что происходит дальше? Когда мы говорим о распределении поля в заданный момент времени, мы предполагаем, что это поле внутри объема учислений, которое называется calculation domain, характеризуется каким-то значением энергии. Так вот, энергия в объеме вычислений может, при методе time domain, как приходит извне, так и покидает этот объем вычислений. Плюс к тому, часть энергии теряется на потере в материалах, из которых смоделированы объекты внутри объема вычислений. Давайте посмотрим, какими путями энергия может попадать в объем вычислений и покидать ее. Этих путей два. Энергия может приходить из бесконечности в виде излучения. Или через порты, которые представляют собой некоторый аналог источников питания, кабелей проводов, по которым течет ток и которые возбуждают электромагнитное поле. И этими же двумя путями энергия может покидать объем вычислений в виде излучения, только уже не приходящего в бесконечности, а уходящего в бесконечности. И в виде токов в портах, которые мы задали в нашей модели. Как выглядит изменение энергии, полной энергии электромагнитного поля внутри объема вычислений со временем? Давайте рассмотрим вот такой вот график, который представляет собой типичный график, возникающий в CST MicroStudio в Time Demand Solver во время его работы. По оси Х у нас отложена ось времени, а по оси У полная энергия электромагнитного поля внутри объема вычислений. Мы видим, что сначала эта энергия растет. Это закачка энергии, которая в терминологии CST называется excitation. Энергия закачана и после этого она начинает покидать объем вычислений. Но она опять же может покидать его через излучение, уходя через порты или превращаясь в тепло, если у нас есть материалы с потерями. В любом случае энергия падает. Мы выбираем какой-то уровень энергии, дальше которых мы не будем вести расчеты. Как только энергия упадет до данного уровня, который называется steady state в терминологии CST, мы прекращаем вести наши вычисления и считаем, что моделирование закончилось. То есть здесь вот по ось времени, а если бы мы могли бы, если бы смотрели условно говоря при большом приближении, видели бы здесь большое количество дискретных моментов времени, поле между которыми пересчитывается по уравнению нацию. Таким образом, вот такой график баланса энергии показывает типичный ход вычислений в Time Domain Solver. Давайте теперь попробуем посмотреть, как это все выглядит на практике и создадим простую модель. Давайте рассмотрим диполь, самый простой тип антенны. Так, давайте сначала создадим новую проекцию CST Studio. Выберем units, миллиметры, гигагерцы, наносекунды. А дальше начинаются новые моменты, которые касаются уже непосредственно моделирования распространения волн. Нам надо определить, во-первых, частоту, диапазон частот, внутри которых мы будем рассматривать распространение поля. Давайте перейдем во вкладку Simulation и нажимаем на кнопку Frequency. Здесь мы можем ввести нижнюю и верхнюю частоты, интересующие нас частотного диапазона. Давайте введем от 1 до 2 ГГц. Мы вводим безразмерные величины, которые будут в этой размерности, которую мы выбрали в самом начале. Следующий шаг. Граничные условия. Давайте здесь же во вкладке Simulation нажимаем на кнопку Boundaries. Здесь по умолчанию выставлен Open с добавлением пустого пространства. Что это означает? Открытые границы это такие границы, через которые электромагнитная энергия может как приходить в бесконечность, так и уходить на бесконечность. Давайте для начала остановимся на этом типе границ. А добавить пустое пространство означает, что CST автоматически добавляет некоторое количество пустого пространства вокруг геометрии, чтобы более корректно моделировать процессы, происходящие в ближнем поле. Об этом чуть более подробно я скажу потом. Нажимаем ОК. Давайте теперь во вкладке View отключим Working Plane и включим Bounding Box. Мы увидим вот такой вот объем. В этом объеме у нас будет происходить моделирование процессов распространения волн. Давайте вернемся во вкладку Modeling. Нет, Simulation. Если у вас CST версии 2020 или поле новое, вам здесь больше пока делать ничего не надо. Если вы используете CST версии 2019 и более ранние, вам надо еще нажать на кнопку Background и проверить, что здесь в Background Properties выбран материал Normal. В более ранних версиях CST материал по умолчанию почему-то выставлен по эффекту электрокондактора, идеально проводник. Это бывает полезно при моделировании волноводов, например, но для всех остальных задач окружающие пространства должно быть выбрано Normal. Normal означает по сути вакуум. Проверьте, что у вас выбран Normal, если вы используете более ранние версии CST. Нажимаете ОК. И теперь давайте определим переменные, которые определяют геометрию нашего диполя. Как вы помните, полуволновый диполь – это самая простая антенна, которая имеет длину равную половине длины волны. Она хорошо работает только на одной частоте, на центральной частоте. И длина антенны должна быть равна примерно половине длины волны на интересующей нас частоте. Давайте создадим параметры. Пока не присваиваем значение L. Коэффициент, смысл которого я объясню чуть позже. D и Radius. Предположим, мы хотим смоделировать антенну, центральная частота которой, основная рабочая частота которой составляет 1,5 ГГц. Давайте вычислим длину волны. Перейдем во вкладку Home и последняя кнопка Macros. Здесь находится множество маленьких программ, которые написаны на языке для написания скриптов. И предназначены для расширения возможности CST Studio. Мы выберем пока самый простой скрипт – Calculate и Calculate Wavelength. Появляется такое окошко, где мы можем ввести частоту, которая нам интересна, например, 1,5 ГГц. Нажимаем кнопку OK. И мы увидим длину волны и половину длины волны, соответствующей данной частоте. Давайте возьмем половину длины волны – 99,93 мм. Нажмем OK. А чтобы закрыть окно, нажмем закрыть окно. Введем L – 99,93. Теперь возьмем коэффициент. Зачем он будет нужен, я объясню чуть позже. Давайте возьмем коэффициент равный единице и длину. А длину возьмем L умножить на коэффициент. Давайте выберем D. D – это будет разрыв, длина разрыва в антенне, в которой будет включено питание. Давайте возьмем D равное 2 мм. И радиус. Давайте выберем 0,5 мм. Радиус проволоки, из которого будет изготовлена антенна. Теперь давайте перейдем в Navigation 3 и нарисуем нашу антенну. Идем во вкладку Modeling. Блок Curves. И создаем две линии. Первая линия будет от минус L пополам до минус D пополам. Нет, 0. Здесь 0. Здесь минус D пополам. Здесь 0. Ок. И вторая линия. От D пополам до L пополам. Вот. Мы нарисовали две линии. Теперь давайте создадим проволок. Тонкие проводники, которые будут представлять собой плечи нашего диполя. Можно было бы нарисовать цилиндры, тонкие цилиндры, но есть способ более простой. В CST есть такой объект под названием Wire. То есть как бы проволока, провод. Это тонкий проводящий элемент, который может рассчитываться как имеющий конечную толщину, но при этом моделируется он не при помощи цилиндра, а при помощи специального объекта. Что заметно упрощает работу с ними. Значит, вот здесь вкладка Modeling. Область Shapes. Вот эта вот кнопочка Wire from Curve. Создать провод из кривой. Нажимаем на нее и выбираем одну из наших кривых. Нажимаем Enter. У нас появляется окно создания провода из кривой. Здесь можно ввести радиус. Введем радиус наш R. Здесь предлагается выбрать материал. Мы выбираем материал PEG. Что такое PEG? PEG это сокращение от Perfect Electric Conductor. Идеальный проводник электрического тока. Это некоторая абстракция. Это проводник, не имеющий сопротивления. Или, иными словами, бесконечную проводимость. В большинстве случаев нам нет необходимости моделировать реальные металлы с потерями. Которые имеют сопротивление. А можно обходиться идеальными проводниками. Соответственно, энергия тока, текущего через проводник, не превращается в тепло. Ок. Создаем из второй кривой wire провод. С точно такими же параметрами. Вот. Смотрите. Объем вычислений, который мы изначально рассматривали. Который включается во вкладке View, галочки Bounding Box. Изначально был кубический. Теперь, как вы видите, он приобрел форму параллепипеда. Таких размеров, чтобы края области вычисления отступали от объектов на расстояние, на определенное расстояние. Давайте теперь создадим точку питания. А именно, порт. Перейдем в режим во вкладке Modeling. Выберем режим Pix. И выберем два внутренних конца наших проводов. Теперь, вот смотрите, у нас выбраны две точки. В общем дереве проекта идем во вкладку Ports. Нажимаем правой кнопкой и выбираем New Discrete Port. Новый точечный порт. И вот его можно определить при помощи координат. Но в данном случае можно определить по выбранным точкам. Что такое Discrete Port? В данном случае это источник тока, обладающий некоторым внутренним сопротивлением. Который задается здесь, в этом меню создания Discrete Порта, в графе Impedance. Он у нас по умолчанию выставлен на 50 on. Мы могли бы выбрать координаты порта, ввести их вручную. Но здесь они вводятся из отмеченных точек. Нажимаем ОК. Теперь у нас есть порт. Источник тока. Идем дальше. Обратите внимание, мы создали линии, они были в папке Curse. После того, как мы превратили их в провода Wires, они перешли в папку Wires. Теперь у нас тут есть две Wires. Два провода. Дальше. Этот источник тока, который мы создали, выдаст, когда мы начнем процесс изучения, моделирования и распространения поля, выдаст ток в виде форме сигнала, который автоматически появляется в папке Excitation Signal. Давайте в дереве проекта найдем папку Excitation Signal. Откроем ее. У нас, видите, есть одна кривая под названием Default. Нажмем на нее. Мы видим график функции от времени. Вот именно такой ток выдаст наш источник тока, когда мы начнем запустить время. Почему такая форма? Здесь выбирается сигнал такой формы, чтобы его фурия преобразования имела спектр, находящийся между основной энергией спектра. Спектр этого сигнала будет находиться между частотами минимум и максимум, которые мы выбрали вот здесь, во вкладке Simulation кнопка Frequency. Задав здесь минимальную и максимальную частоту, мы тем самым определили форму этого сигнала возбуждения. Сигнал создается автоматически по заданным частотам. Можно добавить сигнал своей формы, если, например, нажать правую кнопку и выбрать New Excitation Signal. Но в подавляющем большинстве случаев вот этой формы сигнала, которая у нас есть, нам достаточно. Теперь давайте вернемся к геометрии. Как я уже говорил, в нашем, в данном методе, в Time Domain, непрерывно изменяющееся время заменяется на последовательность дискретных точек по времени. То же самое и с пространством. Электромагнитное поле задано во всем пространстве в виде непрерывно меняющегося распределения векторов электрического и магнитного поля. Но мы не можем работать с непрерывно меняющимся распределением, мы должны сделать его дискретным. И за это отвечает сетка. Сетка здесь, в этой программе, создается автоматически после того, как мы задаем частоту и объем. Давайте нажмем на кнопку Mesh View. Здесь во вкладке Home, а также во вкладке Simulation, есть одна и та же кнопка Mesh View. Если мы на нее нажимаем, мы видим такую вот сетку. Что это такое? Весь объем вычислений разбивается на параллелепипеды. Но мы их не можем наблюдать все вместе одновременно, потому что они бы закрывали друг друга. Поэтому мы наблюдаем их на какой-то секущей плоскости. Вот видите, у нас появилось меню, после того, как мы нажали на кнопку Mesh, у нас появилось новое меню, вкладка в меню Mesh, в котором мы можем наблюдать сетку. Вот здесь вот слева, Sectional View, мы можем смотреть, как выбрать ту самую плоскость, на которой мы в данный момент смотрим, как выглядит сетка. Если мы двигаем ползунок Position, мы видим положение сетки на разных плоскостях. Тут можно поменять нормаль плоскости. Давайте поменяем нормаль плоскости, выберем нормаль Z. Теперь наша антенна будет лежать в плоскости. Обратите внимание, в каждой точке пересечения линий будет рассчитано значение электромагнитного поля. А в точках, находящихся между линиями, значение поля будет определяться при помощи интерполяции, если мы захотим его построить. Наш дискретный порт внес изменения в сетку. Сетка выстраивается адаптивно. Она адаптируется под ту геометрию, которую мы задали. Шаг сетки выбирается автоматически. Шаг сетки связан с длиной волны. Есть критерии, предполагающие, что на одну длину волны в пространстве должно приходиться 10 ячеек сетки. Таким образом, чем больше у нас объем вычислений в единицах длин волн, тем больше ячеек сетки нам нужно. Размер ячейки в каждом конкретном случае подстраивается при помощи программы автоматически. Это очень полезное свойство, потому что есть программы, в которых настройки сетки нужно регулировать вручную. CST тоже предоставляет возможность регулирования настроек сетки вручную, но такая потребность возникает в очень редких случаях. Внизу появляется вот эта вот область, в которой написано количество ячеек в сетке. Вот в сетке, которую мы сейчас создали, 11 тысяч ячеек. Это мало. Чем больше ячеек, тем больше требуется объем оперативной памяти для проведения вычислений. И тем дольше будут проходить вычисления. Всегда надо оценивать, сколько ячеек у вас в сетке. Для простых задач, таких как вот этот диполь, нормальное количество ячеек десятки, сотни или сотни тысяч. Для более сложных задач нормальная, если в сетке до миллионов ячеек. Наконец, очень сложные задачи могут создавать сетку с десятками миллионов ячеек. Всегда, когда вы используете TimeDomain, проверяйте, нажимайте на кнопку Mesh и проверяйте, сколько ячеек в вашей сетке. Если вы создали нечто очень простое, а сетка у вас содержит десятки миллионов ячеек, вы, скорее всего, где-то ошиблись. И вам надо будет проверить все ваши параметры. Тут вы, значит, у нас есть курсор, который показывает, вот тут вот область MeshIndex, которая показывает номер ячейки и положение курсора на плоскость, на насекущей плоскости, которую мы включили вот здесь вот, в этом меню. Можно нажать на кнопку Close MeshView и закроется. Но вот значение количества ячеек останется. Смотрите, если бы мы, например, что, значит, проверяйте количество ячеек. Давайте предположим, что мы хотели создать точно такую же антенну на частоту 1,5 ГГц, но забыли единицу измерения изменить с метров на миллиметр. Давайте нажмем ОК и снова нажмем на MeshView. Теперь у нас антенна не 100 миллиметров, а 100 метров. Ну, ошиблись. Смотрите, мы сразу получили количество ячеек порядка 2 миллионов, что для такой простой задачи должно навести на определенное соображение, что мы что-то делаем не так. Если мы исправим, вернем к необходимым миллиметрам, то мы снова получим разумное для такой простой задачи значение в 11000. Поэтому всегда оценивайте количество, объем сетки на адекватность сложности той задачи, которую вы создали. Теперь давайте, собственно, у нас пока все есть. У нас есть необходимый минимум, который нужен для запуска задачи. У нас есть объем вычислений, у нас есть частотный диапазон, у нас есть определенные границы. У нас задан источник энергии, поступающий в объем вычислений. А покидать объем вычислений энергии будет через открытые границы объема. Давайте запустим моделирование. Значит, здесь опять же есть слово simulation, которое предполагает процесс вот этого численного эксперимента по распространению электромагнитного поля. Я также не знаю, как можно перевести на русский слово simulation. Давайте так и будем его называть simulation. Значит, во вкладке home есть кнопка, есть область simulation и в нем кнопка setup solver. Если у нас выбран time domain solver, у нас отображается бордовый квадрат с буквой T. Если мы нажимаем на выпадающую стрелку, мы увидим другие возможные solver и другие возможные методы, о которых мы частично поговорим позже. У нас пока интересует time domain solver. Нажимаем на кнопку setup solver, попадаем в следующее окно, которое предлагает выбрать настройки для solver. У нас здесь нет необходимости иметь какие-либо настройки. Можно только отметить, что вот эта вот, видите здесь кнопка accuracy, точность, это на самом деле уровень steady state, о котором мы говорили. Давайте вернемся к слайду, который мы показывали. Вот вы видите, вот этот вот уровень steady state. Это уровень, на котором, когда его достигнет общее значение энергии в объеме вычисления, вычисления прекратятся. И вот он по умолчанию предлагает поставить минус 40 дБ от максимума и нет на данный момент никаких причин его менять. Здесь еще есть один список, это тип источника. Он по умолчанию стоит на all ports, но мы можем, что порт у нас один, можем оставить или выбрать порт один. Тот самый порт, который у нас есть. Дальше мы нажимаем на кнопку старт. И вот здесь в окне прогресс появляется последовательность индикаторов, показывающих процесс моделирования распространения волн. Собственно, в нашем случае задача экстремально простая, поэтому процесс simulation происходит очень быстро, за какие-то считанные секунды. Тут мы можем посмотреть статистику по вычислениям. Вот мы можем видеть, что у нас использовался один порт, максимальное число шагов по времени 28000 и размер шага по времени 5000 нс. Ну, это такая достаточно бесполезная информация в целом. Значит, теперь после того, как мы провели моделирование, давайте рассмотрим, какого рода результаты мы получили. У нас есть в дереве внизу папка 1D Results. Одномерные результаты. Открываем ее. Эта папка была пустая до того, как мы запустили моделирование. Ну, в подтверждение наших предположений, давайте откроем папку Energy и посмотрим на график. Это зависимость энергии от времени. Как мы видим, энергия достигла уровня в минус 40 дБ по отношению к максимуму и моделирование остановилось. Но это не особо интересный результат. Наиболее интересные результаты здесь находятся в папке S Parameters. Давайте еще также посмотрим самую первую папку. Port Signals. I и O. I – это input. Тот сигнал, который мы подали на порт. Это в точности наш Excitation Signal. Видите? Никаких отличий. А O – это отраженный сигнал. Сигнал, который отразился от всей конструкции, находящейся в объеме вычислений, вернулся в порт. Давайте их построим одновременно, выбрав всю папку Port Signals. И мы увидим, что на самом деле значительная часть энергии вернулась обратно в порт, отразившись от антенны. Мы также видим, что форма сигнала претерпела существенные изменения, что означает, что, как мы увидим чуть позже, что некоторые частоты покинули объем вычислений, а некоторые отразились и вернулись обратно в порт. Но это, опять же, не особо интересные результаты. Наиболее интересные результаты и полезные находятся в папке S Parameters. Давайте, значит, у нас здесь есть один порт, если для него есть S параметр S11. Давайте выберем вот это вот S11. Что мы видим? Мы видим график. Давайте, прежде чем мы будем говорить о физическом смысле данного графика, давайте в двух словах поговорим о вот этом способе представления одномерных результатов. Давайте, значит, после того, как мы выбрали график, у нас наверху появилась вкладка One Dimensional Plot. Давайте нажмем на нее. Значит, первые кнопки – это тип графика. Сейчас он представлен в децибелах. Можно выбрать линейную шкалу. Если мы нажмем линейную, мы увидим вот такой вот график. Что это такое? Это коэффициент отражения. Как функция частоты. Мы запустили в наш объем вычисления сигнал как функцию времени. Но его можно проанализировать, сделав Fourier преобразование и рассмотрев его. И при помощи Fourier преобразования можно извлечь свойства этого сигнала на разных частотах. Значит, здесь S-параметр. Здесь мы просто взяли обратно. Здесь автоматически берется обратное Fourier преобразование от обратного, то есть отраженного сигнала. Здесь мы видим, что на частоте где-то между 1,3 и 1,4 ГГц отражение наименьшее. А на других частотах оно существенно больше. Это уровень амплитуды отраженного сигнала. Также можно посмотреть его в децибелах. В децибелах уже представляется не амплитуда, а энергия сигнала. Это вот график, как энергия сигнала, насколько она отразилась, насколько она ушла в объем вычислений. Значит, для линейного сигнала, чем ближе значение в какой-то точке к нулю, тем меньше амплитуда отраженного сигнала, тем большая часть энергии, закачанная внутрь объема вычислений, ушла через порт. Ушла и не вернулась в этот порт. В децибелах это же самое верно для энергии. Чем больше по модулю отрицательное значение мы получаем, тем лучше согласование данного порта с конструкцией, которая находится в нашем объеме вычислений. Что здесь можно посмотреть? Можно, значит, вот линейная шкала децибелы, можно посмотреть на фазу, значение фазы отраженного сигнала или посмотреть одновременно на вещественную и на мнимую часть этого сигнала. Также здесь есть кнопка диаграммы Смита, о которой рассказывается на других лекциях, просто есть возможность построить PS-параметр и диаграмму Смита. Давайте вернемся к представлению децибела. Какие возможности предоставляет нам вот эта вот визуализация результатов моделирования? На самом деле она предоставляет нам достаточно большие возможности. Давайте нажмем правой кнопкой и откроем выпадающее меню. Мы можем по умолчанию выбран Zoom, мы можем приближать какие-то участки графика, чтобы рассмотреть их получше. Если мы хотим вернуться к полному графику или Reset View или просто пробел в клавиатуре, эти кнопки делают одно и то же. Можно включить маркеры. В выпадающем меню можно выбрать пункт показывать Show Access Marker. Мы увидим вот такую вертикальную линию, которую можно перемещать по графику, в которой снизу отображается частота, где находится этот маркер по частоте. А сверху отображается значение кривой. В какой точке эта вертикальная линия пересекает нашу кривую. На самом деле это очень удобный инструмент и, как ни странно, далеко не во всех программах для физического моделирования такая возможность снимать точное значение с графика присутствует по умолчанию. Давайте также правой кнопкой можно выбрать следующий пункт. Move Access Marker to Minimum. Поместить маркер в минимум кривой. Видите? Минимум нашей кривой находится в точке 1 ГГц, 332 МГц. И значение коэффициента S1.1 в этой точке составляет минус 15 дБ. Также давайте теперь скроем этот маркер, открыв меню правой кнопкой, выберем его, снова нажав на Show Access Marker. Можно добавить другие маркеры, а именно маркеры, которые располагаются непосредственно на кривой. Опять же правой кнопкой выбираем добавить Add Curve Marker. И два раза щелкаем на точку на кривой, на которой мы хотим поставить маркер. Вот видите, мы поставили вот такой флажок, и значение X и Y в точке флажка отображается внизу. Можно добавить еще один флажок, например. Add Curve Marker. Два маркера. И так далее. Правой кнопкой можно в меню убрать все Curve Marker. Дальше. Есть еще один очень полезный тип маркеров в этом методе представлений, а именно линии измерения. Нажимаем правую кнопку и выбираем Show Measure Lines. У нас появляются две линии по вертикали и две линии по горизонтали, которые мы можем двигать, совмещать с чем-то. И при этом для этих линий мы будем видеть значения, соответственно, X, в которых они находятся, и Y. Также расстояние между линиями по X и расстояние между другими линиями по Y. Например, мы захотим посмотреть по уровню 10-10 дБ, какая у нас ширина графика. Какая часть графика лежит ниже уровня минус 10 дБ. Просто выставляем верхнюю линию одну из линий в минус 10 дБ и совмещаем две вертикальные линии. И что мы видим? Мы видим расстояние D по координате X равно 126 МГц. Это очень удобный инструмент. Опять же нажимаем правой кнопкой и можно отключить линии измерения. Дальше. В самом низу есть plot properties. Нажать на эту кнопку открывает следующее меню, в котором можно изменять настройки графика. То есть у нас здесь настройки оси X и Y. По умолчанию, если стоит галочка Outerange, то диапазон выбирается автоматически. Можно снять и вместо графика от 1 до 2 ГГц выбрать, например, график от 1 до 1.9 ГГц. Нажимаем Apply и теперь график построен в других единицах. В других пределах. Ок. Опять же можно... Внизу последний пункт в выпадающем списке это стиль кривых. Можно изменять тип кривых. Изменять их цвет. Например, вместо красного сделать синий. Нажать на кнопочку Apply. Можно изменять их тип. Например, сплошные точки, штрихи и так далее. Изменять их толщину. Также можно включить показ отображения промежуточных точек. Вот здесь, справа, область Marker Style. По умолчанию стоит авто. То есть они меня не показывают. Если мы поставим additional marks, то мы увидим некоторые точки, на которые график как бы натянут. Если мы выберем marks only, то мы увидим график, представленный как большое количество точек, в которых значение посчитано точно. А кривая является интерполяция между этими точками. Вот. Вернемся к режиму авто, когда точки не отображаются. Таким образом, мы также можем добавлять annotation к графику заголовок, меняя и в том числе меняя его шрифт, цвет и так далее. Вот. Вот мы задали название графика. Зачем это все нужно? Дело в том, что дальше здесь, если мы перейдем во вкладку View, то у нас есть две замечательные кнопочки Copy View или Export Image. Если мы нажимаем Copy View, то вот содержимое вот этого вот окна копируется в клипборд. Откуда мы его можем вставить куда-нибудь, например, в отчет в Word или презентацию в PowerPoint. Также есть еще кнопочка Export Image. Если мы нажимаем кнопочку Export Image, мы получаем возможность экспортировать график в виде графического файла в формате .png или .bmp. Таким образом, при помощи вот этих функций по настройке внешнего вида графика, мы можем сделать график, который можно вставить, если не в статью, то во всяком случае в какой-нибудь отчет или презентацию, вообще не прибегая к помощи других сторонних программ построения графика. Потому что инструмент построения графика здесь достаточно мощный сам по себе. Давайте теперь вернемся к физической составляющей этого графика. Здесь мы видим коэффициент отражения для нашей антенны. Давайте снова включим Axis Marker, который поставим в Mini. Собственно, на той частоте, на которую настроена антенна, она должна показывать наилучшее согласование. То есть, согласование в данном случае, чем меньше энергии отражается, мы подаем некоторую энергию на вход антенны, часть этой энергии отражается внутри антенны, обратно возвращается в источник питания, а часть этой энергии излучается и уходит в пространство. Ну, еще некоторая часть энергии тратится на тепловые потери, но в данном случае мы их не рассматриваем, потому что мы выбрали материал perfect electric conductor, без потерь. Собственно, нам интересно, чтобы антенна энергию излучала в пространство, а не возвращала ее в источник питания. Собственно, смысл антенны именно излучать энергию или принимать. Поэтому нам интересно, чтобы на той частоте, на которую мы спроектировали антенну, в данном случае диполь, коэффициент отражения S-параметров S1.1 был бы минимальный. Что мы видим здесь? Мы хотели создать антенну, работающую на частоте 1,5 ГГц. Но, по каким-то причинам, почему-то наш полуволновый диполь показывает наилучшее согласование на меньшей частоте, на 1,33 ГГц. Ну, это известный феномен, что на самом деле длина полуволнового диполя должна быть чуть меньше, чем половина длины волны. Но представим себе, что мы этого не знали, и мы теперь хотим немножечко изменить нашу антенну так, чтобы она была настроена точно на частоту 1,5 ГГц. Как это сделать? Давайте перейдем во вкладку параметры и посмотрим. Мы задали коэффициент. Тут вот некоторый коэффициент был равен единице. Давайте теперь сделаем этот коэффициент, например, 0,95. Посмотрим, что изменится. Меняем значение коэффициента, нажимаем ввод. И сразу же у нас появляется следующее окно. Результаты, посчитанные для предыдущего набора коэффициентов, становятся неактуальны. Согласны ли вы их удалить? Да, нажимаем ОК. И возвращаемся в геометрию. Нажимаем Обновить, Update. Нажимаем параметрик Update. И что? Мы видим, что Deport стал чуть-чуть короче. Давайте снова запустим моделирование, нажав на кнопку Start Simulation. Если мы нажимаем на кнопку Start Simulation, диалоговое окно, в котором вводить параметры, не показывается. И запускается Simulation с теми же самыми параметрами. Вот Simulation уже проведем. Давайте теперь пойдем снова в папку S-Parameters. И смотрите, мы здесь видим теперь две кривых. Не одну, а две. Смотрите, что произошло. Здесь появились новые данные во вкладке Result Navigating. Что это такое? CST сохраняет результаты для одномерной, во всяком случае, графики, между запусками, которые отличаются друг от друга изменением параметров. Вот смотрите. Здесь первый запуск. RunIt. Номер запуска. Первому запуску соответствует значение параметра коэффициент равное единице. Второму запуску соответствует значение параметра cf равное 0.95. Вот мы строим эти два графика. Две кривых на одном графике. И наблюдаем, что после того, как мы уменьшили этот коэффициент, уменьшили длину диполя полуволнового, его рабочая частота приблизилась, увеличилась. И таким образом мы можем, еще чуть-чуть изменив этот параметр, поставить, например, 0.85. Снова соглашаемся удалить результаты. Нажимаем Home Start Simulation. И выделяем третий график. Выделяем все три графика. И видим, что нет, 0.85 это слишком мало. Давайте поставим 0.9. Повторяем. 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 Ну, 0.88 наверное. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Опускаем. Вот. Теперь, смотрите, мы с параметром 0.88 получили антенну, идеально настроенную на интересующую нас частоту 1.5 ГГц. Вот. Мы можем выделять здесь любое количество кривых. Хоть по частям, хоть все вместе. Мы видим, что, меняя значение параметра, мы угадали. Параметр равный 0.88. Он соответствует антенне, практически идеально настроенную на частоту 1.5 ГГц. Здесь в параметр лист мы видим, что это соответствует длине общей длины антенны. Примерно 88 мм против 100 мм. Таким образом, мы, меняя параметры, мы можем изменять, проводить какие-то, получаем тут же при помощи вот этого вкладка, при помощи этого инструмента result navigator, получаем тут же обратную связь, при помощи которой мы можем точно настраивать нашу модель, чтобы получить интересующие нас параметры. Помимо этого, хочу также еще отметить, что для обработки результатов, здесь есть кнопка постпроцессинг, это относится именно к моделированию антенны. В кнопке постпроцессинг есть выпадающий список, здесь есть кнопка во вкладке постпроцессинг, есть выпадающий список S-parameter Calculation. Если мы выберем отсюда Calculate Z, вычислить Z и Y матрицы, то здесь в Navigation Tree в папке 1D Results появится Z-матрица, которая представляет собой значение импеданса для нашей антенны. Вот мы можем перейти сюда, здесь появилась папка Z-матрица, выбираем Z, выбираем здесь мнимые вещественные части и видим, что на интересующей нас частоте вещественная часть импеданса антенны 67 Ом, мнимая часть минус 5. Но это, как следует из теории антенны, не совсем идеально, не совсем идеальные параметры, идеально было бы иметь 50 Ом вещественную часть и 0 Ом мнимую часть. Но, тем не менее, наша антенна не так уж и плоха на заданной частоте. Таким образом, мы рассмотрели некоторые основные функции системы Microwave Studio, относящиеся к Time Domain Solver. На следующем занятии мы продолжим рассмотрение различных свойств и функций данного соблера. Спасибо за внимание. Спасибо.